Всем снова привет! Сегодня у меня будет видео об уходе на май месяц 2024 года. Месяц уже идет, немножко запоздала, но уже начался огородный сезон, поэтому сами понимаете, времени катастрофически не хватает, вообще оно летит очень быстро. Недавно мы еще ждали весну, вот она уже пришла и вот-вот, гляди, начнется лето. Правда снег обещают тут на днях, через день, через два, вот вам и тепло называется в Московской области. Но в Свердловской уже снег лежит, поэтому мы еще, пока нам везет, у нас снега нет, заморозков еще нет. Ладно, перейдем уже к видео. Давайте сначала я вам покажу средства из ванной, потом из комнаты. И начнем, как всегда, со средств для волос. Заканчивается у меня парочка от царства, ой, от доктора Ойла. Вот такие вот шампунь и бальзам натуральный. Очень их люблю. Это шампунь и бальзам при выпадении волос я покупала в Крыму. Очень мне нравятся и хочу обязательно повторить. Мне понравилось. Вот немножко осталось, совсем чуть-чуть. Поэтому в мае точно закончится. И на смену тоже мы с вами выбрали две пары. Первую пару это от Невея. Вот такой красивый шампунь с малиной. Еще пока не пользовалась. И к нему бальзам. Такой же красивый. У меня их две штуки, потому что шампунь большой. А бальзамы вот по 200 мл. Как раз парочка уйдет. Я пока достала спецэффекты. Пока достала только один. И как он закончится, обязательно возьму второй. Надеюсь, они меня не разочаруют. И вторая пара с вами набирали. Это Росболгария. Вот такая. Тоже очень красивые упаковки. Небольшие. 230 мл. Далековато тянуться. Вот так. Также у меня есть сухие шампуни. Заканчивается уже практически. Там на донышке что-то есть. Вот такой Ациоз. Сухой шампунь. Интересный. Отличается от других предыдущих. Вот у мной использованных. Здесь очень мало белой пудры. Но тем не менее, хорошо работает. Не знаю, как ему так удается. Но, в общем-то, так никаких у меня замечаний к нему нет. И второй, который мы уже давно выбрали. Никак я не начну. От Батист. Называется Бея. Такой. И кончик. Также покажу. У меня есть. Так. Это что у нас? Сыворотка для интенсивного блеска волос. Иван. Она у меня отставлена. И ждет пары, которые, ну, будет без бальзама. Если шампунь у меня будет. Я думаю, когда тогда возьму такой беспарный шампунь. И вот он у меня будет тоже в паре работать. Также есть средства для волос. У меня есть маска от Натур Сибирика. Вот такая вот на Алтайском кедре. Я знаю, что сейчас немножко поменяли дизайн. Доктор Тайга на Алтайском кедре. Это вот у меня третья маска от этого производителя. Наконец-то хоть нормальная отдушка попалась. Пахнет такой хвоей, сосной, смолой. Ну, в общем-то, вы поняли. Такой вот кедрово-сосновый аромат. Вот, ну, хоть в этот раз нормальная. Потому что предыдущие из этой серии мне совсем не понравились. С этой еще можно подружиться. А, кстати, хотела вам показать. Давайте покажу, какая у нее консистенция. Ну, не могу сказать, что очень густая. Вот такая розоватая. В общем, еще ее много. Буду несколько месяцев пользоваться. Запахло сразу смолой и шишками. Так, и еще два средства для волос в виде спрея. Первый у меня от Vitex. Вот такая сыворотка несмываемая. 12 в 1. Я ее пока отставила. Хоть тут вот надо бы дожать, конечно. Вот такой был расход. Февраль, март, апрель. В апреле уже почти не пользовалась. Потому что стало тепло. На улицу без шапок уже ходим. И как бы густоватое средство такое. Немножко оставляет на волосах. Уже эффект чистоты пропадает, в общем. И взяла поэтому. Теперь вот такое средство от крымского травника. Вместе мы с вами выбирали. И оно вот в виде спрея. Жидкое. Буду им пользоваться, наверное. Ну, когда вот никуда не надо, тогда буду сывороткой. И еще у меня есть от Avon. Вот такая драгоценная масла, сыворотка для волос. Тоже пока, наверное, постоит. Даже не знаю, до какого месяца. Может быть, до холодов придется держать. Так, для волос вроде бы все. Давайте переходим уже к ванной. Вплотную. Начну с пены. Вот такая от Avon. Клубничные мечты. У меня пока одна. Вот зарубочку сделала. За апрель такой был расход. Ну, я там, по-моему, пользовалась еще гелем от Eiffrache в качестве пены для ванн. И много у меня еще солей, солей для ванн. Тоже с пенным эффектом. Кстати, вот забыла вам тоже принести, но я еще пока точно не знаю, какие возьму. Поэтому вот не буду показывать соли для ванн. Уже потом в пустых баночках увидите, какими я пользовалась. Так, и гели для душа. Заканчивается у меня Avon Senses. Карибская колада с ароматом кокоса и папайи. Очень вкусненький, хороший. Вот такой был расход. Сделала заметку. Он хорошо пенится, много не надо. Ну, и как бы расход поэтому небольшой. Тоже, скорее всего, наверное, будет в мае подходить к концу. И вот взяла ему на смену. Ну, вот такой вот тоже мы с вами вместе выбирали. Тоже из этой же серии. Раритет с ароматом пиона и магнолия. Надеюсь, тоже будет очень вкусненький. Мне кажется, вот от Avon гели все-таки не превзойденная никакой компанией. Вот это сугубо мое личное мнение. Поэтому, может быть, вы не согласны. Но Avon хорошо. Такие хорошие гели выпускает. Очень приятно пользоваться. Так, ну и давайте дальше. Жидкое мыло. Покажу для рук. Мы с вами выбрали от Avon. По-моему, праздничное пожелание называлось мыло. Я не смогла им пользоваться. Из-за яркого аромата корицы и яблока. Но это еще было бы ничего. Но оно очень остается на руках. Вот этот аромат. И никуда от него не убежать, не скрыться. В общем, он меня как бы задушил. Я отдала сыну. Не знаю, сможет он пользоваться или нет. Но себе я взяла другой. От Лепети Марселье. Малина и пион. Видите, уже какой расход был в апреле. И вот на начало мая тут зарубочка стоит. До чего вкусное мыло. Жидкое. Прям вот очень вкусно пахнет. Такое прям по качеству шикарное. Поэтому быстро тратится. Рука прям вот хочется побольше его использовать. Но вот сейчас уже начала экономить. Потому что классное. Прям улетает. Ну, ура. Я не знаю. Прям жалко-жалко. До чего приятный аромат. В общем-то, неожиданно было, что так вот малину хорошо сделали с пионом. Очень нравится. Прям люблю. Обожаю. Давайте теперь посмотрим скрабы для тела. От баньки Агафьи. У меня есть вот такое облепиховое скраб вареницы. Очень интересное. Как, правда, облепиховое варенье. Вот такого вот. Такой консистенции. С косточками настоящими облепиховыми. В общем, все настолько натурально. Приятно пользоваться тоже. Прям классное средство. Так, еще у меня от Парли Косметикс. Рассыпчатый бодискраб. Киви. Здесь, значит, сахарно-солевой. С маслом шеи миндаля, витамином Е, экстрактом киви и зеленого кофе. Сейчас я вам открою и покажу, сколько тут осталось. В отличие от предыдущего, у меня был такой вот тропический аромат. Здесь, правда, немножко осталось, но этот вот, эта обдушка мне не понравилась. Вообще, как-то совсем, ну, не очень интересная, скучная для меня. Поэтому вот пока не очень мне хочется его допользовать. И я как бы не уверена, что он закончится в мае. Ну, постараюсь, конечно. Вот так. Еще у меня есть скрабик. Вот такой от Эвен, серия Энканта. Кремовая фиалка. Сейчас покажу. У меня в мае немножко больше на начало мая было. Вот осталось на один раз. Я уже один раз его в мае попользовалась. И он, естественно, закончится. Он такой кремовый, сливочный. Ну, ладно. Отзывы будут в пустых баночках. И как только он закончится, возьму вот такой вот. Мы с вами выбирали от царства ароматов. Мускатный орех. С антицеллюлитным эффектом и омоложением. Давайте достану баночку из коробки. И вам покажу, насколько он интересный, двухфазный. Он такой масляный. Так. Вот так вот выглядит банка. Желтенький такой, как мед. И там внутри маслица. Вот. Жидкое я его перемешаю, конечно, перед тем, как пользоваться. Это вот мои любимейшие скрабы крымские. Лучше них тоже. Ничего еще никто не придумал. Правда, вот сейчас масло тоже аккуратно надо, чтобы не плеснуть. На руке вот уже даже осталось. Так, поставлю-ка я его назад. Вот так. Так, и у мужа остался скраб у меня вот такой. Дрим Нейча. Цитрусовый скраб пиленг для тела. Цитрусовый чейзер. Давайте покажу, как он выглядит. Вот так. Рыженький такой. Пахнет цитрусами. Ну, я ему не помогаю его использовать. В общем, он как-то сам там с ним один справляется. Я не очень люблю эту фирму-производителя. Также у мужа есть вот такое жидкое мыло. Ой, не жидкое мыло. Мыло для мужчин. Натуральное. Оно не жидкое. Оно такое, скорее, твердо-гелевое. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот он такое маслянистое. Гелеобразное. Очень густое. Пахнет изумительно. Прям вообще очень приятный аромат. Покупала его фикс-прайс. Это аромат табака. Благородный сандал и табак. Я прям люблю такой аромат. Ну, сама, правда, им не мылась. Наверное, надо попробовать. Интересный для меня ароматик такой. Так, дальше. Твердое мыло. Будет сейчас в использовании уже вот это от Фрэш Дыня аромат. Такое желтенькое. Что-то у нас задержалось предыдущее в мыльнице. Ну, сейчас вот уже оно заканчивается. Положу вот это. И еще два мыла мы с вами выбрали. Вот такое крымская лесная сказка. Давайте откроем, посмотрим. Очень вкусненькое. Очень красивое. Так, открываю коробку. Вот такое зеленое. Давайте покажу. Интересный такой брикетик. Пахнет. Да, еще пахнет. Ой. Ну, лесной такой аромат. Сосновый. Очень приятный тоже. Я его взяла как раз пораньше. Ну, положу, чтобы аромат сохранился. А то как-то потом использовать, когда нет аромата, неинтересно. И в такое же второе мыло можжевельник. Это вот тоже монастырское мыло крымское. Делает город Бокчисарай. Сейчас покажу и это. Ну, кто смотрел в оберажке, кто-то видел. Сейчас, сейчас, сейчас. Оно такой вообще интересного цвета. Вот такое вот. Какое-то коричнево-красное. И аромат у него. Такой тоже эфирных каких-то масел. Интересный очень. Ну, приятный. Не такой не давящий, не навязчивый. Очень-очень интересный. Можжевельником пахнет, да. С чем-то таким вот натуральным. Так, дальше покажу средства для умывания. У меня почти закончился вот такой вот продукт от Фаберлик. Так, давайте поближе. Не хочет у меня сегодня, да, фокус. Вот. Очищающий мусс для лица с энзимами. Тут прям совсем немножко. Вот видите, тут сегодня, конечно, шестое число. Но я не знаю, сколько тут еще, насколько еще его хватит. Наверное, совсем ненадолго. Потому что умывающий я не один раз в день, а гораздо чаще. И мы с вами выбрали на смену. Еще не пользовалась, не пробовала. Вот такой вот продукт. Это пенка гиалуроновая для умывания. Так, здесь 120 мл. Изготовитель Парли Косметикс из Фикс Прайс. Ну, пахло вроде приятно, когда мы пробовали. И второй вот гель для умывания от Дары Крыма. Это мануфактура Дом Природы выпускает. Для сухой кожи с гидролатом, розой и гиалуроновой кислотой. Увлажнение. Ну, как я не принюхивалась. Аромата розы что-то я вот не чувствую. Очень жалко. Ну, может быть, когда он на лице будет, я размылю, тогда появится. Пока он вообще ничем не пахнет. Просто без отдушки. Ну, посмотрим, как там дальше будет. Следующий покажу. Скраб для лица. Раз уж мы тут про лицо все начали. Заканчивается у меня вот такой вот турецкий скраб для лица. Гива с клубникой. Видите, тут совсем немножко осталось. Я думаю, на май и на июнь как раз должно хватить. А там дальше найдем какой-нибудь другой. Интересный очень аромат. Такой сливочный, клубничный. Я, в общем-то, очень кайфую, когда им пользуюсь. Приятно-приятно пользоваться. Ну, дальше давайте продолжим. Средство из ванной для бритья. У меня вот такой гель бритья от D-Line. Феберлик. Очень нравится аромат орхидеи. Он такой сиреневый, красивый, гелевый. Вот видите, тут на крышечке. Настолько приятный, подумываю еще о повторной покупке. У меня, правда, есть пенка или гель такой вот. Ну, еще целая упаковка. Но хочу, наверное, такой оставить в запасах себе. Потому что вдруг его выведут, потом жалко будет. Обязательно надо купить еще. Так, и давайте покажу скраб для ног. Вот такой у меня биелин. Да пока вот эту упаковку я еще не открывала. Муж очень ждет, уже прям спрашивает. Тоже мы с вами выбрали. А я сейчас пользуюсь вот этим. Тоже интересный. Ну, это уже маска скраб для ног. От царства ароматов. Тоже крымская косметика. Интересный, очень аромат такой. Сейчас я вам расскажу. Прям вот, ну, не мятый. Хвойный аромат. Ой. Вот у меня выскочил уже даже. Видите, такой со скрабинками бежевого цвета. Очень-очень интересно, ярко пахнет. Хвойными иголочками. Листвой вот этой, но хвойенками. Очень приятный еловый аромат. Так, давайте дальше покажу уже средство для бритья у мужа. Почти закончился вот такой. Охлаждающий гель для бритья от Дионики. Ну, тут прям совсем немножко. И от Кэрелакс. У него вот такой вот охлаждающий, по-моему, ультра скольжение. А, охлаждающий это вот этот. Этот, значит, обычный. И я недавно ему выдала вот такую пену. Кэрелакс, тоже турецкая. Вот этого производителя хорошие такие продукты. Вот что гель, что пена, отличные такие. Вот эта пена, она 400 мл. Надолго-надолго хватит, надеюсь. Ему он нравится, он прям хвалит. Так, и давайте для средства, для ухода за полостью рта покажу. Начну с ополаскиватель, потом перейду к пастам зубным. Я себе поставила вот такой новенький от Биомет с кокосиком. Еще пока не пользовалась. У меня еще, потому что вот такой есть от Инова. Это лечебный ополаскиватель. Я очень в апреле им хорошо пользовалась, потому что у меня зуб болел. Вот сейчас зуб уже не болит, пролечила. Пока вот не знаю, буду пользоваться или нет. Здесь восстанавливает жидкую. Видите, это суспензия, жидкая эмаль называется. Покупала, по-моему, то ли на Азоне, то ли на Валберес. Кстати, вот у кого зубы болят, там чувствительные, вот очень рекомендую. Чувствительная, когда эмаль. Прям вот покупайте такое, не пожалеете ополаскиватель. А муж себе вдруг купил другой. Ему захотелось вот такой. Стардент. Тут елки-иголки, желуди какие-то. Масло пихто сибирской. 500 мл. Ну, купил, молодец. Мне больше достанется кокосового. Я вот лучше, чем биомет. Не знаю, вот из таких простых, если не трогать лечебное, то вот биомет для меня лучший. Так что вот много наставили ополаскивателей. Также много у меня сейчас будет зубных паст покажу, потому что практически все закончилось. И мы тут с мужем выставили новые от души. И вот почти закончилась последняя вот из тех, которые были раньше от сплатликом гель. Такая синенькая паста. Вот такого цвета. Ну, гелевая она такая. Немножко осталась. И я тут порезвилась. Взяла себе три новых пасты. Так, давайте сейчас немножко опущу камеру. Вот такой. Вернее, такая паста от крымского травника. Очень интересная, биоактивная с алоэ. Сейчас покажу, как она выглядит. Было интересно. Она, во-первых, густая. Вот такая вот гелевая. Очень тугая. И так мало ее нужно, чтобы почистить зубы. В общем, интересный продукт. Как обычно, мне крымский травник удивил и порадовал. В общем-то, я довольна. Наверное, куплю какой-нибудь еще от этого производителя. Прямо красивая и интересная, необычная. В общем, вот, муж тоже попробовал. Но тут прям недавно поставил, первого числа. Поэтому еще незаметно, что пользовались. Также у меня вот такой наборчик. Еще я его не попробовала. Ночная паста от силкомет. Красивый такой дизайн. И такая же вот дневная. Ну, тоже только белая. Восстановление защиты эмали. Я пока не пробовала. Вот только этим пока. И хочу допользоваться, наверное, в мае. Ну, если получится. Тут, конечно, многовато. Посмотрим, уйдет она или нет. Муж себе, как обычно, выставил Calgate Total 12. Прям новенькую поставил. Ну, тут уже отжал чуть-чуть. Ну, у него, как обычно, разнообразия никакого нет. Так, давайте теперь средства для ванной закончились. Перейдем теперь в комнату. Так, с чего бы начать? Дезодорант давайте покажу сначала. У меня вот такой от Камэ. Лешик. Сейчас, подождите. Поймаем фокус. Вот. Аромат французского парфюмера. По-моему, это тоже. Вот пион, белый пион и черная ежевика. Хороший такой аромат. Не знаю, муж сначала не нравился. А мне он нравился всегда. Я вот, когда им попользуюсь, конечно, облако такое яркое в коридоре. Он сначала ругался, потом вот вроде бы как и перестал. Что делать? Ну, мне вот нравится. Нормальный. Такой хороший дезодорант. И еще у меня тут есть шариковый. Ну, я им, честно говоря, вот он просто стоит. Это Reflame. Это малина и мята. Не знаю. Просто вот этот лучше работает. Как-то от того толку меньше гораздо. Так, давайте дальше поехали. Для тела у меня суперсредство. Это вот такой лосьон от Inkanta Avon. Коралловая магнолия. Очень люблю его. Это вот идеальный для меня лосьон. Я посмотрела, кстати, на Валберис. Продается другой. Там розовый и синий. Таких, конечно, уже раритетов нигде нет. Очень мне нравится. И консистенция и аромат. Прям вот удовольствие выше среднего получаю. И, по крайней мере, у него и действия очень хорошие. Вот прям идеальное для меня средство. Когда он закончится, мы с вами выбрали от Faberlic Dream Therapy серия с мелатонином. Тоже крем для тела. 150 мл. Такой крем-вуаль. Я не знаю, я когда его открывала, нюхала, вроде бы понравился. Подруга сказала, что ей не очень понравился аромат. Но все мы разные, поэтому я надеюсь, мне понравится. Так, переходим теперь к кремушкам. Разным всяким. Давайте начнем с крема для лица. Вот у меня такой крем-гель от Avon. Серия Engu. Опять же, выбрали мы два. Тот китайский, который вместе с ним в паре выбрали, я не смогла им пользоваться тоже. Так как у меня кремов много, я взяла его и отдала. Тем более, ну, его забрали с удовольствием. Мне отдушка не понравилась. Какая-то, вот тот, который с экстрактом ласточкиного гнезда, что-то не пошла. А вот этот пахнет хорошо, но, опять же, мне не очень нравится, потому что оказался он слишком такой плотненький. Сейчас уже хочется немного пожиже. Он прям, вот я думала, он летний такой, раз он гель, думала, на лето, на жару он будет хороший. Но он такой зимний оказался для меня. Плотный-плотный. Вот, несмотря на то, что он такой, кажется, легкий. Ну, когда в баночке смотришь, такой прозрачный, думаешь, ну, гель сейчас намажу и будет такой тоненькой пленочкой. Нет, он такой толстый, ну, как бы плотненький. Вот. А что касалось крема для глаз, то у меня наоборот. Мне хотелось поплотнее, но сейчас вот я взяла вот такой. Я его откладывала на предыдущий месяц, на апрель. Ну, в мае придется его брать. Он наоборот очень такой жиденький. Не совсем водичкой. Нет, он не жиденький, но он такой слабенький на легкое, на такое летнее время года. Вот такой вот. Такой жидковатый. В общем, не знаю. Хотелось бы поплотнее. Вот. Так. Поставим. Вот такая у меня пара. Ну, как бы ни то, ни другое не особо доставляет удовольствие. Так. Все-таки я люблю больше крымские кремики. Вы всегда поняли. Ну, корейские тоже хорошие, но вот крымская косметика мне больше нравится. И как бы мне подходит для лица. В общем-то, все радует. Следующий крем покажу для зоны декольте. Вот такой у меня продолжает. Тут уже вот, наверное, вот так осталось. Нескончаемый, потому что здесь 75 мл, по-моему, 85 даже. Поэтому у меня никак не закончится для декольте. Но ничего страшного. Он пахнет очень приятно, таким тропическим ароматом, фруктами такими экзотическими. Поэтому, в общем-то, и не надоел толком. А еще у меня есть база под макияж. Но я ее наношу просто на лицо. Без макияжа. Джом Там. Это китайская такая база. Очень мне нравится. Перекрывает все пятнышки, неровности. Цвет лица улучшает. Вот когда уже, ну, лицо становится очень светлым таким и сияющим. Тон кожи красивый. У меня никакой аллергии на него нет. Шикарное такое средство. Мне понравилось. Буду, наверное, повторять, скорее всего. Ну, если не надоест, я думаю, не надоест. Хорошая мне понравилась. Так, давайте дальше перейдем кремом. Для рук и ног. Сейчас у меня заканчивается вот такой. Это аромат производства Казань. Тут немножко так осталось. Тюбики большие, 100 мл. Первый вот у меня защитный. Целебная трава серия. Ну, такой нормальный крем. Не могу сказать, что прям любимчиком будет, но хороший. И второй вот такой же из этой серии в наборе покупала уже экстра помощь Пантенол. Хорошо, что у них одушки разные. Если бы они пахли одинаково, было бы скучно, потому что подряд использую тоже 100 мл. Нет, в общем-то, другая одушка. Я чему очень рада, потому что, ну, чтобы не надоедало. Так, и для рук еще один крем мы взяли. Так, один я еще унесла на работу. А вот этот вот от Фанни Органикс, аромат опунции, пока вот дома. Стоит еще, пока не пользовалась. Ну, так на всякий случай взяла. Думала, если вдруг надоест, так одним и тем же пользоваться. Ну, чтобы было разнообразие. Но этот вот не надоедает целебные травы. Хороший такой аромат, приятный. Так, давайте покажу гидролаты. У меня есть вот этот, тоже крымский. Мануфактуру Дом природы, по-моему, делает. Да, город Симферополь. Гидролат розы. Вот так вот осталось. Честно говоря, наскучил. Ну, вот, январь, февраль, март, апрель. Надеюсь, вот тоже закончить его. Аромат розы. Вот он простой. Никаких интересных композиций ароматических. Просто вот пахнет розой. Уже скучновато. Ну, то есть, если было бы половина флакона, мне бы он не надоел. А так вот уже задержался. Второй гидролат. Это даже не гидролат. Это спрей с гидролатом розмарин из Фикс Прайс. Вот тут вот так. Я его, кстати, брала с собой в Анапу. Ну, видите, когда я ездила. Вот так до сих пор он у меня не особо тратится. Вот совсем чуть-чуть его истратила за зиму. Но вообще гидролат, вернее, этот спрей приятный. На теплое время года очень интересный. Я вообще такие люблю. И у меня еще есть такие в запасиках. Очень приятно пользоваться. Тоник для лица хорошо идет. Не надоел. Это от Lumine. Производство Финляндия. Покупала в 2022 году. Вот в начале года, видимо, еще у нас продавались. Март-апрель. Вот такой был расход. Ну, тут, наверное, на месяц или на два. Ну, наверное, на два, скорее всего. Очень приятно. И пользоваться одно удовольствие. Так, давайте дальше покажу крем для ног. Быстренько. И перейдем к маскам для лица. Взяла новенький. Вот такой мы с вами выбрали. Это Etude Organics. Esfix Price. Крем для ног. Он с эффектом дезодорирования. Deo Expert. Вот с ароматом мяты. Такой вот хороший. Мне нравится. Ну, конечно, хорошо бы в идеале его на более жаркое лето. Ну, на более жаркое время года брать. Но у меня срок годности уже закончился вот в прошлом месяце. Надо его быстрее-быстрее измазать. Не успела немножко. Так, и давайте перейдем к маскам для лица. Старая маска. Тут уже я, правда, отметку не сделала. Вот так вот где-то. Еще убавилась. От Эйнё. Это Эйвен. Золотая маска-пленка. Забываю ей пользоваться как-то. Ну, она хорошо очищает поры. Нос там. Вот эти черные точки на лице убирает. Там хорошо прочищает поры. Но так как была зима, у меня как-то не загрязнялось лицо. Я ее и не пользовалась. А самая любимая маска, это вот эта. От Крымских сказок. Моделирующая. Глубокое очищение, обновление. Она такая интересная. Такого вот темного-темного цвета. Почти черная. Но такая черно-коричневая. Освежает, бодрит. И мне кажется, если ты проснулся не в духе, ей попользовался. Вообще вот шикарно привела тебя в хорошее расположение. Улучшила настроение. Придала даже какую-то энергию. Хочется куда-то, ну в общем-то, бодрой и веселой для всех дел. Так, следующая масочка. Вот такая от Биоаквы. Это с персиком и глиной. На самом деле я бы пользовалась ей чаще. Но она такая вот ярко-розовая. И остается на лице розовая краска. Я не знаю, как так вот вышло. Такой продукт интересный. Но если вот ее долго подержать, то прям вообще вот лицо становится розовым. Может так задумано, конечно. Но что-то мне это не очень эффект нравился. И я ей пользуюсь где-то раз в месяц. Когда тоже никуда не надо. В общем, смываешь и такой вот розовый-розовый оттенок лица. Ну, может быть так задумано. Я не знаю, как вот там производитель решил вот такого цвета сделать. В этом месяце закончится от Баньки Агафьи. Вот такая витаминная фитоактивная масочка. С носоке таежных ягод. Очень интересная маска. Вообще с чудесным эффектом разогревания. Вот ее наносишь на лицо. И она разогревается. Такая вот она розовая. Ярко-розовая. Пахнет ягодками. И становится тепло-тепло. Я бы сказала, даже горячо. Ну, это кратковременный эффект. Прямо сразу он исчезает. Но интересный такой эффект. Необычный. Ни у каких масок я такого не видела. Следующая, давайте покажу, масочка. Вот только мы с вами достали. Это вот китайская. Канзай какая-то такая. Ну, в общем, не буду коверкать. С розовыми лепестками. Такая вот большая банка. Еще я ее не открывала. Ну, вернее, открывала, но не пользовалась. Давайте посмотрим. Вот такая она желеобразная. С лепесточками. Пахнет. Пахнет пудрово-розово. Очень хороший такой аромат. Не удушающий, не химозный. Такой нежной-нежной розочкой натуральной. Никакой там не химозиной. Так. Что у меня еще есть? Сашетки. Давайте посмотрим. Быстренько пробегусь. Так. Вот эти мне надо обязательно истратить. Потому что последние в коробках. По 10 штук покупала наборы. Вот эти вот по одной остались. Надо быстро распрощаться. Это уже эти коробки мешаются. От фитокосметик вот две. Спирулина и грин детокс с яблочком, видимо. Так. Дальше. Фитокосметик вот такая. На козьем молоке питательная. Тоже не такая повторная. Хорошая. И есть еще у меня патчи увлажняющие для глаз. 30 штук. Они такие бумажные. Сейчас я вам попробую их достать. Мне не нравятся. Я привыкла к китрогелевым каким-нибудь. А здесь вот так. Видите? Они такие бумажные. И очень подсыхают. Я когда маску тканевую использую, от нее остается сыворотка. И я ее туда наливаю. И давайте покажу тканевые маски. Прям быстренько. Не будет подробно. Осталась у меня с прошлого месяца от Карима банановая. Красивая такая упаковка. Также вот такая ботаника. Лифтинг. Мезококтейль. Это все один и тот же производитель Карима. Дальше акваконтроль. И другие есть от Мерине. Хурма авокадо. Разглаживающая. Восстанавливающая брокколи, ягоды Годжи. Это все тоже Мерине. И последняя. Малина Кумкват. Это увлажняющая сплэш-маска. Я, конечно, такое количество за месяц не истрачу. Но, в общем, перейдет плавно на июнь. Это очень много. Я так часто не пользуюсь. Дальше. Спрей для тела. От Иван. Он у меня вот такой вот каникулы мечты. Ну, что-то я как-то стоит. Не особо пользуюсь. Давайте бальзамы для губ покажу. Остались у меня два. Ну, как бы я просто делала из остатков. У меня получился самовар такой. Я в ложечке нагреваю и замораживаю в холодильнике. У меня вот было полтора флакончика. Я допользовалась в апреле. И осталось у меня на май. Вот два и фраше. Лакомая ежевика. Апельсин в шоколаде. Вот такие. Ну, а я вам покажу. Сейчас вот с первого мая я прям плотненько пользуюсь. Они очень большие. Такие жирненькие. Ну, нормальные. Единственное, что вот они очень как-то качаются, когда им пользуешься. Расхлябываются. Мне вот это не очень нравится. Я люблю, когда держится прям крепко. А он так прям пошатывается, когда пользуешься. И вот такой вот еще от Фоберлик. У меня залежался. Это с манго и маракуйей. Я такой вот флакончик решила унести на работу, когда у меня там закончится предыдущий. В общем, я поняла, что дома мне скучно вот такими форматами. Такой вот желтый. Не люблю я с таким носиком. Ну, на работе как бы сойдет. От нечего делать, как говорится. Приходится допользоваться. Все барахло унесу на работу у себя. У меня там в шкафчике лежат такие уже средства. И еще у меня есть от Фоберлик. Вот такой морозный кристалл. Голубой, красивый. Он очень переливается на губах. Вот как-то пока мало пользуюсь. Так я вот попробовала. Он блестит, такой жирненький. И все нормально. Такой буду, наверное, скоро. Прям плотненько. Так, дальше вот еще, кстати, нашла мицеллярочку. Вот это мой формат. Потому что я почти не крашусь. От Иван. Смягчающая мицеллярная вода для чувствительной кожи. Вот 50 мл. Вот почаще бы производители такие делали. Есть люди, которым такие нужны. Это мне. Так. Ну, дальше для ногтей покажу. Сейчас я лечу ногти. Вот таким восстановителем ногтей. Это Данс Легенд. Легенд. Производитель. Такой вот флакончик. У меня уже там, кстати, совсем чуть-чуть. Ну, и ногти у меня уже отросли. Очень нравится цвет. Розовый. Так. Оттенок, кому интересно, вот такой. Блоссомайзер. Вот розовенький. Такой натуральный, красивый. И еще я лечу. А, да. Давайте вот глиттер еще покажу. Иногда глиттером пользуюсь от Ифрашена. Очень хорошо идет. Вот. Когда надо подправить цвет. Такое вот покрытие. Тоже вот половина. Прям в компании. Сначала я этим пользуюсь. Потом, когда вот он уже немножко начинает облезать. Никто так не делает, наверное. Ну, я уже вот обновляю его вот этим глиттером. И как будто вот. Ну, чтобы пореже травмировать ногти. Вот. И вот этим я пользуюсь тоже. Экстракт Монарды. Маслица такое для. Ну, чтобы для кутикулы. Так. Еще вот такое. У меня есть масло в шприце с кисточкой. Тут уже тоже мало остается. Тоже пользуюсь. Так. Давайте теперь средства для снятия лака. У меня покажу вот так. Лафреш, кстати, понравилась жидкость. Надо будет в Магнит Косметик. По-моему, она продается. Сходить купить еще. 43 рубля. Вот раньше была. Тут совсем чуть-чуть. Наверное, на один или на два раза. И сейчас у меня еще две там есть других производителей. Вот это моя любимая раньше была. Торефлейм В1 серия. Эксперт Кеа. Такая вот водичка для смывка, для лака. И давайте покажу парфюмы, что мы тут набрали. У мужа у меня Ланселот Фаберлик. Вот начал он пользоваться. Ну, нормальный такой аромат. Не скажу, что прям вау. Раньше он мне как-то больше нравился. Сейчас что-то, ну, такой, обычный, кажется. Давайте вот так вот ракурс поменяем. Себе я наставила. Значит, продолжаю пользоваться Even If True. Я решила, раз она у меня идет, значит, буду, ну, сколько вот использую, столько использую. Пока не надоело. Ну, странно вообще, когда, что я так долго пользуюсь одной водой. Необычно. Ну, раз не надоело, пусть. И еще взяла такие весенние ароматы. Такие поливашки домашние манго. Вот попробую стратить аромания с манго. Ну, очень нравится. А нравится вот такая вот яблочко. Видите, тут уже чуть-чуть совсем. Вот эти две карамельки. Ну, яблоко лучше, конечно, идет. Вот эта манго, что-то такое себе. А еще у меня есть Авиатрейс от Фаберлик. Тоже вот. Ну, иногда пользуюсь. Мне она такая морская, кажется. Свеженькая, морская. Очень нравится флакончик. Из-за флакона, в общем-то, рука к ней тянется. Такой он прям гладенький, хороший. Прям идеальный для меня флакон. А еще мы недавно купили, вот еще покупки вам не показывала, с подружкой ходили в Литуаль. Я себе купила водичку Юникорн и Пруф. Вот такой в виде микрофона. Так вот она выглядит. Не знаю, такой вот цветочный аромат. Мне кажется, такой сладенький. Ну, не совсем сладкий такой, свеже-цветочный. Вот так я вам скажу. Так, и осталось мне показать вам витаминки, что я принимаю. Для суставов, для колена. Вот такой Артнео. Это капсулы. 30 капсул. Я, в общем, 2 месяца их пью. Значит, первую упаковку я уже выпила. Вот эта вторая. 60 дней весной и 60 дней осенью. В общем-то, мне показалось, что помогает. У меня прошла боль в колене, но я пропиваю. Все равно для профилактики. Улучшает здесь состояние суставов, позвоночника. Вы знаете, прям вот, ну, не знаю, может, это эффект плацебо, но мне кажется, что она работает. Вот такие капсулки. Каждый день пью. Ему уже тоже дала. Пусто тоже пьет. Ему тоже нравится, кстати. Ну, не знаю, у него там похуже, конечно. Ситуация мне-то как бы только для профилактики, а ему еще и для лечения. Так, и мне нравится, что одна капсула в день. Еще я пью вот такие витамины. Купила недавно на аптеку РОМ, Аскорутин и Аевит. Ну, не буду доставать. Здесь такие вот желтенькие таблеточки, кисленькие такие, очень приятные на вкус, с такой аскорбинкой. А это капсулки, такие круглые шарики, витамин Е и ретинол. Тоже нужно для кожи, для волос, и, ну, вообще как бы так полезно. Недорогие. Вот сейчас их принимаю. Летом я как-то витамина меньше принимаю, а осенью я куплю свой любимый Супрадин, скорее всего. Ладно, на этом я видео свое заканчиваю. Со всеми была рада пообщаться. Всем все показала, свой уход. До следующего видео прощаюсь. Наверное, следующее будет о покупках видео. Ну, не знаю, когда я сниму, потому что теперь вот этот огород засосал, как говорится. Но сейчас вот плохая погода, поэтому мы с утра не едем, едем в обед. А так бы я давно уже ускакала. Ну, ладно, всем хорошего настроения. Желаю вам мирного неба над головой, здоровья, и счастья вам и вашим близким, чтобы все было у всех хорошо. Пока-пока. Приходите ко мне еще. Сегодня выложу на Дзене и через несколько дней на Ютубе. Пока-пока.